занимаемся фиестой так вот здесь как видно дополнительные повреждений как бы не было это у нас в контейнере такие проблемы получились но всему свое время так для начала мне не открываются полностью двери из-за того что крыло сдвинулось назад дверь упирается я хочу снять крыло с той стороны та же самая ситуация потом мне нужно снять шторку вот эту как видно шторку будем восстанавливать помимо шторки по безопасности у нас стрельнул руль и коленки коленки я не буду восстанавливать руль будет замена либо восстановление и ну и скорее всего как обычно стрельного до тяжко ремня я туда еще не добрался здесь как видно все в плесени нужно с этим разбираться для начала я хочу позаниматься проблемами под капотом вот так это выглядит все разобранное когда я заезжал в бокс машины были безумно высокие холостые визуально осмотрел коллектор то есть у меня сразу были мысли о том что скорее всего где-то подсос воздуха ну принципе я оказался прав здесь немножко не видно здесь снизу лопнувший коллектор дыра я ее быстренько заклеил кусочком виброизоляции холостые упали я смог нормально более-менее заехать так помимо того и меня на скорую руку были скручены вот тут провода то есть тут проводка перебитая вот здесь как видно перебитая проводка здесь часть проводки на фару прямо оторванная но я посмотрю она вроде бы у меня была так ну и вот валяется снятый короб фильтра от него тут тоже оторванный такой кусок но он есть который идет на вентиляцию картерных газов помимо того я уже нашел парочку трубок перебитых на антифриз то есть здесь вот как видно такие вот проблемки на этой трубке на большой трубке на радиатор мы посмотрим если они есть продажи мы поменяем если нет то всегда можно отремонтировать путем вставки сюда металлической трубки и два хомута трубка как бы не разорвана перепилена ремнем так из тех повреждений которые еще нашел но мы к ним уже подготовились это лопнувшая вот это силуминовая часть опоры опору мы уже взяли в сборе я приподниму на домкратии движок поменяю эту опору и сейчас займусь разборкой коллектора ремонтом проводки вот и съемом крылья которые крыльев которые мне мешают нормально открывать двери после того как двери будут нормально открываться можно будет заняться проблемами в салоне ну пока принципе все из повреждений больше ничего такого не нашел машина заводится там горит чек нужно будет считать ошибку у меня есть оба дышка я подкину попробую какие там проблемки для ремонта пластика я использую паяльную станцию с внутренним насосом обычный паяльник небольшой процесс уже принципе всем известен он выглядит примерно таким образом вот отломанная деталь на отсюда я осматриваю поврежденную деталь нахожу надпись с маркой пластика используемого вон вдалеке видно pp 20 у меня есть прутки pp которые можно приобрести например на улыксе вот кстати номер телефона продавца вдруг кому пригодится сейчас я попробую этот пруток где-нибудь в невидимом месте если он классно работает прилипает фильтру то этот пластик подходит если не сумме если нет у меня еще есть несколько вариантов прутка я попробую другие так но сам процесс в принципе достаточно понятный я сначала ставлю это на то место где оно было немножечко фиксирую просто жалом паяльника потом после этого беру пару кусочков сеточки маленькой для того чтобы закрепиться здесь класс выбирая немножечко вокруг углубления для материала и провариваю собственно феном из паяльной станции вот этим прутком после если нужно немножечко можно обработать и фильтр будет как новый можно его ставить заменив обязательно внутри элемент для того чтобы ты ложка ж было при ремонте электропроводки я использую такую продольную скрутку которую потом обязательно пропаиваю это касается особенно подкапотной части здесь герметизации полностью обеспечить не удастся поэтому она рано или поздно окислится если скручивать припой использую вот такой польский он очень круто работает плавится при низкой достаточно температуре имеет в своем составе и флюс и все такое ну и изоленту естественно не для кого не новость я использую только 3м гофра здесь обычно она и в жигулях применяется и других машинах поэтому такого фрут порванную докупить вообще не проблема восстановил всю проводочку эти жгуты вот эти жгуты некоторые разъемы оторванные я по находил на остатках телевизора так ну и подразобрав немножечко здесь убрав бачок расширительный можно теперь посильнее рассмотреть следующее повреждение это разлетевшийся кронштейн крепление двигателя он продается вместе с подушкой отдельно мы не нашли достаточно доступная цена поэтому сейчас я в сборе поменяю просто этот узел подперев снизу домкрат домкратом подперев ты подняв мотор я просто заменю этот узел и буду переходить к снятию коллектора так ребят ну я снял коллектор покажу повреждения довольно обширная такая трещина это я заклеивалась тпшкой для того чтобы понизить хоть немножечко подсос воздуха снизить обороты двигателя мне нажимал заехать в бокс снимается коллектор достаточно просто теперь нужно здесь все протереть заказать другой коллектор резинки под него уплотнительные новые и можно сразу это все дело собирать вот и вот я хотел еще показать повреждения по металлу которые нашел дополнительные здесь брызжи вздулся лонжерон у края загнуты это понятное дело и скорее всего он ушел в бок но это уже будут все видно будет после измерения также я наживил подушечку двигатель уже выровнялся стал на свое место все четенько так что звоню смотрю коллектора вроде бы в районе 100 баксов вопрос этот решается и вот эту часть работы можно будет сделать и закончить так ну и здесь наверно мы будем заканчивать первую часть во второй части будем рихтовать машину делать контрольную наборочку металла нового я соберу вот это все соберу вкусной коллектор почти ошибки посмотрю прокатило ли здесь обманка мы все посмотрим